а прошлые два видео были про то что такое шизофрения и как распознать скрытую форму шизофрения третья часть данной серии называется что делать близким людям если в вашем поле есть вот такие люди рекомендация номер один во первых как можно точнее определиться проверьте если у вас есть возможность проверить а потому что когда вы будете точно знать что вот этот близкий ну явно болен да и вы это как-то перепроверите внутри себя когда вы точно скажете этот человек болен это будет являться неким буфером у вас защитой от него когда он будет говорить нечто такое что вам будет непонятно что будет разрывать ваш мозг вы будете он уже болен и внутри себя как-то отстраиваться от этого человека то есть не реагировать чуть меньше подкидываться на его фразы чуть меньше на какие-то его высказания то есть вот ну немножечко это будет защитой что значит проверить как проверить я вам говорила в прошлом ролике, то есть либо это психолог метод стульев, либо вы сами, ну не знаю, допустим, посоветовались с каким-то психиатром. Может быть, если у вас есть возможность, ну не знаю, вы устроили встречу втроем в кафе, где психиатр и ваш, например, человек, который предполагаемый, просто вы сидите вместе общаетесь. Может быть, еще какие-то варианты, которые вы поищите. Ну, либо вообще те методы, которые вам более близки. Кто-то обращается к разным специалистам, да, ну сейчас не буду как-то рекламировать называть. То есть первое, внутри себя определится, этот человек болен или нет. Рекомендация номер один. Рекомендация номер два. Невозможно, если вы уже точно знаете, что да, данный человек имеет некие сложности, и они достаточно серьезные, которые называют шизофрения, очень важно максимально, если есть такая возможность, дистанцироваться от этого человека, с ним всегда будет эффект эмоционального заражения. Не заражаться от этого человека невозможно. заражаться имеется в виду расщеплением. То есть, когда вы рядом с... То есть, вы не сможете разделить поле этого человека и ваше. У вас будут эмоции, вы будете думать, что это ваши эмоции, а это его эмоции. У него внутри, например, страхи, его сейчас подколбашивают, но он внешне такой, типа, спокойный, да? По факту же вы это будете чувствовать, и вам будет казаться, что это вы сейчас напуганы. Этот человек будет внушать вам какие-то вещи про вас, и вы будете иногда начинать верить в них. То есть, вот там вся засада в том, что вот это вот расщепление. То есть, вы пообщались там 10 минут, 15 с этим человеком, и вы ходите такой, ой, правильно ли я работаю, что, ну вот, правильно ли я делаю, что я вообще на этой работе. Слушайте, а что ты, может, я вообще не того партнера выбрал? Зачем я вообще живу с этим мужем или с этой женой? То есть, у вас начинает, вся система ваша начнет расшатываться. Систему начнет просто сносить, и вы не сможете отфильтровать, вы будете искренне верить, что это дело в вас, как будто это в вас какая-то проблема. То есть, если возможность есть дистанцироваться от человека, то очень желательно это сделать. Даже у взрослого нет шансов не заражаться. У ребенка там, ну там вообще, там буфера вообще никакого защитного нету. Они, конечно, там самое печаль, если есть такая возможность. Если возможности нет, хотя бы максимально мининизировать и искать какие-то варианты. Дальше. Третья рекомендация. Как правило, люди начинают говорить, слушайте, ну вот да, у меня проблема, вот что мне, как мне этого человека вылечить, осчастливить, исправить, что мне с ним делать, как его переделать. Смотрите, главная задача, это не то, как вам его переделать. Главная задача, вопрос нужно немножко переформулировать по-другому. Для чего этот человек появился в моей жизни? Главный вопрос вот в этом. Чему об него я должен научиться? И вот эта вот задача самая важная. Не как мне его переделать, а для чего он в моей жизни. И там дальше, как бы, ну в зависимости от вашего мировоззрения, что вам ближе, там тоже инструменты могут быть разные. Иногда такие люди активизируют какие-то наши способности. То есть мы из-за того, что мы вынуждены находиться, ну например, там он, допустим, какой-то близко с нами в семье, дистанцироваться, вариантов нет, мы полжизни об него удолбимся и не поймем вообще, что за проблемы. Иногда мы именно об эти проблемы, именно об болезни близкого человека должны активировать свои способности. Иногда это есть некая кармическая задолженность, которую, ну конечно, можно еще полжизни решать, а можно там за 2-3 встречи как-то выявить и убрать, а что там было? То есть, ну что у нас, может быть, было в предыдущих воплощениях? Что именно такого меня с ним связывает? Для чего он в мою жизнь притянулся? Иногда задача в этом, иногда задача увидеть себя через какое-то зеркало. Нам очень часто дают кривое зеркало нас самих. То есть, например, если у человека у самого есть некое расщепление, ну например, ну сильные эмоциональные качели, и ему уже через таких людей показывают, слушай, смотри, если будешь идти той же дорогой, ничего менять не будешь, это приведет вот к этому. То есть иногда нам дают как кривое зеркало, ну например, вот я люблю похвастаться, потом раз встречаю кого-нибудь в группе, кто ну очень хвастается, да, то есть кривое зеркало, ты смотришь, фу, блин, я же тоже немного так похож вот на это, да, то есть, то есть мы когда его такой вот такой вот немножко пример берем, кривого зеркала. Ну вот примерно все, что связано с шизофренией, чтобы сейчас хотела сказать, было ли полезно, было ли понятно, пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!